Добрый день! Рязанское информационное агентство 7 новостей продолжает цикл статей о банковских продуктах и услугах. И сегодня у нас в гостях директор Рязанского регионального отделения Сбербанка Сергей Николаевич Фролов. А речь пойдет о проекте «Экосистема». Сергей Николаевич, я знаю, что сейчас в Сбербанк вводит очень интересный проект, который называется «Экосистема». Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это и в чем его смысл, для чего это делается. Да, это, наверное, даже не отдельный проект, это целое направление нашей работы. Впервые об экосистеме на Сбербанке мы заговорили не в прошлом году, не в этом году. Продукты экосистемы начали создаваться, наверное, года 3-4 назад. Просто мы понимаем прекрасно, что мы обладаем главным в современном мире конкурентным преимуществом. У нас колоссальный объем информации, данных о наших клиентах. Если мы возьмем отдельные финансовые рынки, рынок эквайринга, рынок зарплаты, то мы имеем там большие доли, очень представительные доли присутствия на этих рынках. То есть, как пример приведу, 70% всего торгового оборота через оплату пластиковыми картами обслуживается Сбербанком. Это информация. В современном мире владение информацией и ее неиспользование является, наверное, такой критической ошибкой для любого бизнеса. И мы понимаем, что мы эту информацию накапливаем, мы видим транзакции наших клиентов. Дальше мы можем разрабатывать на основании искусственного интеллекта технологии больших данных, более удобные предложения для наших клиентов по абсолютно различным областям. У нас сейчас экосистема содержит более 20 продуктов, и мы будем дальше ее развивать. Причем они как раз закрывают все потребности, прежде всего, корпоративных клиентов на цикле создания бизнеса, развития бизнеса, продвижения своих товаров, работы, услуг. У нас для сферы маркетинга рекламы есть целый ряд продуктов нефинансовых, очень полезных для развития бизнеса. Выбор целевой ниши, где правильно позиционировать свой товар, как правильно продавать. Ряд продуктов для HR менеджмента, потому что команда, корпоративная культура компании является главным конкурентным преимуществом в современном мире. И мы предлагаем как раз продукты для правильного развития команды, для правильного управления HR ресурсами компании. И также продукты, которые позволяют оптимизировать, упростить бизнес-процессы компании. Вот такие три крупных направления работы, которые в рамках этой экосистемы есть, в них, в принципе, можно все наши нефинансовые продукты и сервисы интегрированно упаковать, если дальше более подробно о них рассказывать. Мне, как главным редактором информационного агентства, очень интересно стало ваш, один из продуктов экосистемы, это платформа сегмента, которая позиционируется как таргетинговая реклама для самых крупных поисковиков Яндекс, Гугла и так далее. Ну, по крайней мере, пиарщикам и рекламщикам давно известно, что такое таргетинг. Вот расскажите, а в чем преимущество именно сегмента от Сбербанка? Ну, вы так уже достаточно подробно рассказали о достаточно интересном предложении наших клиентов. Смотрите, какая ключевая проблема любого маркетингового исследования. Мы оцениваем рынок на основании каких-то экспертных мнений, на основании разрозненных данных. При этом в современном мире, когда я говорил о неканальности, есть понятие онлайн-обслуживание и оффлайн-обслуживание. Онлайн, когда мы в интернете какие-то товары, работы, услуги покупаем, оффлайн, когда мы физически в местах продажи приходим и расплачиваемся банковской картой наличными деньгами. У нас, по сути, есть информация об этих двух мирах. У нас информация о транзакциях, которые совершают наши клиенты в торговых точках. И есть информация о тех операциях, которые они проводят удаленно через Сбербанк онлайн. Мы можем связать два этих мира и повысить точность рекламы многократно. То есть, любая рекламная компания раньше делалась как? Важно было понять, где разместить рекламную информацию для будущего клиента, либо для существующих клиентов, чтобы увеличить объем сбыта своей продукции, нарастить рынок и так далее. Мы считаем, что принципиально важно не где разместить, а кому предложить это предложение рекламное. Об этом и идет речь, таргетированное предложение. Вот связывая онлайн мир и оффлайн мир, мы оцениваем эффективность этих рекламных предложений. Если человек получил таргетированную рекламу, какое-то предложение и в дальнейшем сделал покупку, на основании этого рекламного предложения покупку через банковскую карту, мы это видим как операцию. И мы связываем, что да, это сработало. Дальше идет уже управление большими данными. Есть информация о клиентах, об их профилях. Мы можем помогать нашим партнерам, которые используют этот продукт, понимать более правильный профиль своего клиента. Ну, условно, какой возраст у человека, который больше использует продукты и услуги, какой у него социальный тип, какую у него структуру доходов, расходов. Мы не раскрываем при этом личные данные клиента, мы не имеем права это делать. Мы просто даем информацию об усредненном профиле потребителя какого-то продукта для нашего, соответственно, заказчика в рамках этой рекламной акции. И вот те примеры, которые были успешно реализованы, все это начиналось с достаточно крупных федеральных компаний и сейчас это развертывается уже в регионах. Они показывают действительно кратное увеличение эффективности этих рекламных активностей. То есть, кроме, допустим, таргетирования, еще очень важная составляющая понимания профиля действительно своего клиента, очень важная составляющая отсечь так называемых ботов, чат-ботов, которые могут заходить на сайты. Это программные такие, с программными средствами, накручивать активности. Все это в рамках этих алгоритмов убирается и получается такая агрегированная чистая картина. Ну, то есть, другими словами, если Яндекс и Гугл брал за основу IP и таким образом выстраивал таргетинг, то здесь через личный онлайн-кабинет Сбербанка просто рекламщик получает более детально. Нет, у нас лучше. Ну, я про это говорю, конечно. Кроме IP берем еще ID операции банковской карты, конечно. Вы уже можете как бы… Ни Гугл, ни Яндекс не видят реальных транзакций в оффлайн-мире, которые проводят наши клиенты. Мы эту информацию не делимся ни с кем. Она есть только у нас. Дополняя вот два этих мира, виртуальный и реальный мир, мы имеем самую точную оценку потребителей этой компании. Да. Это действительно чудо. И спасибо, Сергей Николаевич, за интересный разговор, который у нас с вами сегодня получился. Я вижу целую серию наших с вами дальнейших встреч. Я думаю, что мы будем встречаться в этой редакции часто. И вы будете рассказывать нам об интересных продуктах и услугах, которые представляет Сбербанк. Потому что кто, как не руководитель, может донести до аудитории те правильные месседжи, которые закладывает компания в основу всех своих стартапов. Спасибо, что были сегодня. Да, спасибо за приглашение. У нас, на самом деле, вот я говорил о большом количестве этих нефинансовых продуктов, сервисов новых, которые появляются. У нас в этом году в динамичном развитии запланирована именно система предложения этих продуктов нашим корпоративным клиентам. И все компании малого и среднего бизнеса, я думаю, очень будет полезным иметь доступ к таким действительно эффективным продуктам. Мы только посмотрели сейчас один пример сегмента. На самом деле мы можем предложить еще другое решение. Оно еще более глубокое на основании больших данных, аналитики наших клиентов. И вместе с нашими корпоративными клиентами, по сути, помогать им развивать свой бизнес, стратегию развития бизнеса, вырабатывать. Это очень важно в современном мире. Так что рад вашему приглашению. Надеюсь, что продолжим серию наших общений и диалогов. Спасибо. Спасибо.